МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Директор мосфильма Карен Шахназаров. Доброе утро, Харькович! Здравствуйте, спасибо, что к нам пришли. Я перечислил ваши многочисленные регалии, но позвольте мне произнести, так сказать, самое свежее. Дважды обладатель «Золотого орла» за лучшую режиссуру. Друзья, дважды подряд. Исчезла своя империя, палатная мошадь, мы вас поздравляем. Спасибо. Не так давно это произошло. Вот. Хотели бы что-нибудь сегодня с вашей помощью приготовить не только для любителей кинематографа, но и для любителей быстрой вкусной еды? Приготовим мясо. Так. По-французски его называют. Хотя не знаю, может быть, оно и не по-французски. Вы знаете, просто мясо по-французски, самый, наверное, известный всем рецепт, такой, он почему-то связан с советским временем. Вот это когда мясо, лук, сыр. Это вот это, да? То, что мы любим. То, что мы любим. Оттуда мы взяли. То есть, да, друзья, не скрою, недавно благодаря уникальной возможности путешествовал по Франции, снимал документальное кино, никакого отношения к Франции это блюдо не имеет. И тем не менее, оно горячо любимо. И приветствую всеми жителями нашей страны. Так, и что еще? И салат. Ну, давайте начнем. С чего мы начнем? Наверное, с мяса? Я думаю, нет, ну, мы должны поставить к салату эти, чтобы варились вот перепелиные яйца у вас. У нас перепелиные яйца. Есть. Да, не скроем. Вы знаете, конечно, ну, как сказать, мелковато для нас предлагать вам, обладателю Золотых Орлов, перепелиные яйца. Конечно, страусины были бы, как говорится, более к месту. Вот. Ну, ничего. Так, а сколько нам нужно перепелиных яиц? Ну, штучки 4-5, хватит. Ну, то есть это мы в салат 2 минуты. Ну, давайте мы побольше, вот прямо так. Значит, я сейчас... А вот, вот у нас такая штучка, да. Вот такая штучка, можно у нее налить. Слушайте, ну, вы готовите... Как вообще часто, Карант Георгиевич? Я редко готовлю. Часто он получается. Так, сколько вы уже возглавляете Носфильм? 10 лет. 10 лет. Я не могу понять одно. Как вы при такой загрузке, при таком объеме работы еще успеваете не просто снимать киноленты, но и получать золотого орла. Ну, потому что не готовлю. А, то есть вот все понятно. Так, хорошо. Давайте мы... Давайте мы зальем яйца водой. Да, сейчас я вам покажу. Давайте мы вот сделаем вот так. Перепелиные яйца. Ставим на огонь. Ну, расскажите, что чувствует человек, которого два года подряд называют лучшим режиссером страны? Лучшим режиссером. Да? То есть... Это же совпадение, что премия проходит в первом павильоне Моцфильма, а вы получаете лучшую. Я вас на нем понял. Ну, это же просто чисто... Давайте резать мясо. Давайте резать мясо. Я согласен. Ну вот, у нас прекрасный, прекрасный кусочек мяса. Как мы его подскажем? Наверное, кто-то из нас должен резать мясо, как лучший режиссер. А кто-то ассистировать и резать лук. Причем лука нам нужно много, насколько я понимаю. Лука надо немало, поэтому лучше вы лук режете. Давайте я буду резать лук, прошу вам. И вот я сейчас, вот таким вот образом... А кто у вас был основной, по вашему мнению, кто у вас был основной в этом году конкурент? Ваша любимая режиссерская работа, как зрителя в этом году? Ну, вообще в этом году было много достойных картин, учитывая, что в Орле принимают участие все общие картины, которые были выпущены в России. Да. Было очень много, на мой взгляд, достойных режиссерских работ. Не буду никого выделять, потому что это было бы некорректно. Да, все-таки вы должны соблюдать... Да, были очень достойные. И вообще достойные мастера участия. А как вы... Да вообще это лотерея, в следующем году кто-то другой будет. Вы полагаете, это все-таки лотерея? Ну, в определенной степени, конечно. Ну что, сегодня вот я выиграл. Вчера вы. Понимаете, вот такая лотерея. Но я не делаю сейчас картину, к сожалению. Так что в следующем году, в следующем году я не смогу участвовать. Уже точно, уже понятно, что в следующем году... Я пролетаю. Я в следующем году пролетаю. Скажите, пожалуйста, Карен Георгиевич, могу ли я сразу вот в эту, да, мы же в этой будем штуки делать, сразу выкладывать, выкладывать, да? Выкладывайте лук. Прямо я выкладываю лук. Не знаю, может, места хватит. Слоями. Я думаю, что мы сейчас все это... Или все дорезать, как вы думаете? Сейчас посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Сейчас я выложу первый слой лука. Чьи поздравления были самые приятные? Дети? Я сидел с детьми и, естественно, вернулся на место. Первым получил с детьми поздравления. Что очень приятно, не скрою. А скажите, дети будут связывать свою судьбу с кинематографом? Интересуются? Покупают? Есть у вас дома домашнее видео? Ну, Иван учится в Авгике, да. В Авгике, да? Да, да. Но Вася я не знаю. Он футболом больше интересуется. Ну, а вы хотели бы своим... Вообще, вот как бы спрашивали у вас... Иван спрашивал у вас совета как-то? Советовали вы, может, отговаривали вы? Нет, он не спрашивал. Ну, я не хотел, честно говоря. Потому что я считаю, что это вообще достаточно сложное дело, это кино. Потом шансов пробиться очень мало. Они, вот в связи с ситуацией, которая происходит вот в последнее время, ну, все-таки у нас увеличивается количество экранов, у нас увеличивается прокат, извините меня. Но сколько сейчас снимается с фильмов в год? Вот на Масфильме. Есть какая-то, ну, статистика? Ну, в том году порядка сорока было. Ну, вообще, в этом году... Да, это немало. Ну, в этом году, на самом деле, много сериалов. На самом деле, сейчас пока кино очень мало. Все-таки сериалы, да, пока? Сериалы. Но согласитесь, что качество и сериалов тоже улучшается. Хорошие есть сериалы, достойные сериалы. Прекрасные сериалы, которые смотришь, как фильмы. Скажите, пожалуйста, надо ли нам, наверное, прежде чем мясо выкладывать... Да, поперчить. ...поперчить и посолить. Давайте мы сначала перед... Могу я попросить вас режиссерской рукой, так сказать, я сейчас разложу мясо, так аккуратно. Давайте, да. Хорошо. Так, а что для вас самое любимое, когда вы запускаете фильм? Вот что, вот что, работать с актерами, или выстраивать кадр, или работать над сценарием, или что? Для меня есть разные режиссеры. Некоторые любят монтаж, некоторые любят, так сказать... Некоторые любят банкеты, примерно. Я люблю съемки, я люблю съемки. А вы... Для меня картина практически заканчивается после съемок. То есть, как бы для вас вот самый важный процесс, это когда вы стоите за камерой... Когда за камерой кричу, мотор... Вот это все, хлопушечка, да? Хлопушечка, все слушают. А традиции все соблюдаются? Тарелка бьется, у вас... Посолить надо? Да, она можно посолить. Вы знаете, смотрите, я сейчас... Давайте... Сейчас мы... Тарелка бьется, обязательно. Если сценарий падает, или кладется на диван, надо на него положить на пол и сесть на него. То есть, все... Если у вас со сценарием что-то подобное происходит, советую вам такие вещи делать. Ну, это... Все будет... Тогда можно вот золотого орла получать. Да. Вот вспомнив ситуацию. Соблюдайте. Вспомнив ситуацию, когда у Бондарчука на обитаемом острове пять раз падал сценарий, никто не сел. Вот, все, пожалуйста. И вспомним, и вспомним палату номер шесть, когда отец Брюшер говорит, Карен Георгиевич, вам не низко, давайте подложу сценарий. Все. И сразу... Вверх. Так, все. Мясо мы... Мясо мы выкладываем слой. Да? Да. Прошу вас, давайте я сейчас вот сюда это вынесу, и мы будем аккуратненько так плотным слоем выкладывать мясо. А лука-то вы мало порезали, надо же сверху еще... Ну, подождите, сейчас я как раз... Все. Мясо. Расскажите, почему... Вот как появился Чехов? Я... Поправьте мне, если я ошибаюсь, я являюсь поклонником вашего творчества. Но по классическим произведениям, скажем, это первый раз, правильно я понимаю? Почему именно Чехов, почему, тем более, что вы перенесли же действия фильма в современные реалии, но язык остался чеховским. Расскажите, как вообще пришла эта идея? Такая старая история была. Я же начинал это делать для итальянцев, и для... Марчелло Мастроэ не должен был играть. То, что Володя Ильин сыграл, это было 20 лет назад. И вы с ним встречались, и разговаривали, и готовились, да? Да, да, и мы уже запустились. Но потом как-то вот у них такая... Наша концепция, мы с Бородянским написали сценарий, вот наша концепция как-то о них. Все-таки им хотелось более что-то такого традиционного, исторического. И вот как бы, то есть это такой проект выстраданное, да? Ну, выстраданное, как сказать, потом мы... В общем, когда это распалось, уже как-то не было желания продолжать в тот момент, и мы занялись другими. Я снял «Цареубийца» тогда, с Макдавалом, кстати. И очень много материала, который был собран для палаты номер 6, вошел в «Цареубийца». Ну, а так этот сценарий пролежал 20 лет, ну, знаете, вот так материализовался вдруг. Так бывает. Мы снимали в реальном доме, так сказать, как-то сказать-то. В доме сумасшедших? Сумасшедших, да, скажем. Да. А как-то вы выбирали, вы ездили, смотрели. Как вот это? Ну, это же все-таки не просто снимать прямо? Ну, во-первых, 20 лет назад, когда мы начинали писать сценарий, я, честно говоря, проехал чуть ли не все дурдома Советского Союза. То есть я видел очень много в разных местах, в Москве, и, как говорится, не в Москве. Так, нам надо, по-моему, майонеза сюда. Значит, у нас майонез и тертый сыр, я правильно все побываю? И сыру, да. Карин Георгиевич, на секунду сейчас мы сделаем небольшую паузу. Я хотел бы просто рассказать нашим зрителям, поскольку у нас такое кинематографическое субботнее утро на Первом канале, и обладатель, двукратный обладатель Золотого Орла Карин Шоколадзар в нас в гостях. На секунду отвлечемся от разговоров про кино и поговорим про то, что мы готовим. Мясо по-французски, всеми любимое. Слой лука репчатого мы положили на дно. И сверху вырезку говяжью соль-перец, тонко порезали. И сверху еще слой лука. Все, на секунду вас оставлю. Дорогие друзья, смотрите нас сразу же после рекламы. Вы знаете, что гаргонзола в переводе с итальянского означает легкое недомогание. Зина, там какие-то ребята у мясника пытаются полкило говядины на гигантскую скрипку обменять. А кто такие? Из кинофильма «Мы из джаза». Дорогие друзья, с вас на Первом канале. У нас в гостях сегодня Карен Шахмазаров. Мы готовим мясо по-французски и салат, о котором поговорим позже. Значит, ну что, давайте, вот, да, ну это мы берем самый, сколько сыра? Давайте я натру. Ну вы, вы помните, когда вы первый раз выехали за границу? Это было, может быть, там, связано с картиной, или там, я не знаю, на фестивале какой-нибудь? Самая яркая впечатление, конечно, Китай был. Первый раз, когда я приехал в Китай. И когда вы начали, вот попробовали эту китайскую? Да, когда это был еще 87-й год. 87-й год, простите, уж не с курьером ли? Или, наверное, с зимним вечером Гагра? Да, это причем была первая неделя за многие годы в Китае, потому что тогда потепление началось после у нас было, как бы, холодало. И очень нас встречали хорошо, и вот угощали. Карл Юрьевич, вот можно я вас спрашиваю, а как китайский зритель встречал фильм «Зимний вечер Гагра»? Очень хорошо. Китайский зритель вообще потрясающе встречал наши фильмы. А, например, ездила с нами Лидия Николаевна Смирнова, такая царство и небесное, замечательная актриса, так практически ее там на руках носили. Там просто она была еще очень популярна у них по тем старым фильмам, которые они смотрели еще в 50-е годы. А как вот это объяснить? Такую любовь разной же совершенно культуры. Ну, вообще у них очень популярны наши песни, наши фильмы были, так сказать. Вот я помню, у меня очень сильное впечатление тогда эта поездка произвела. И вот кухню тогда мы... И тогда вы, наверное, попробовали все, что... Попробовали пельмени в Харбине, я помню. Мы пробовали пельмени, значит, первые 50 сортов я еще пробовал. 50 сортов? Да, вот первые, там их было больше 100. Они приносили по две штуки. Значит, первые 50 я еще мог как-то, хоть как-то. Так, я достаю майонез. А в Пекине встретили Ален Делона в гостинице. Приехал еще Ален Делон в гостинице. Я в гостиницу заходил, и вдруг я смотрю, Ален Делон идет. А вы как-то поприветствовали его? Я с ним не был знаком, так что мы посмотрели вслед. У меня такая же была история. Я встретил Бельмондо вот в этом году. Я был в гостинице во Франции, и я захожу в лифт, и заходит Бельмондо. Вот что сказать такому? Вот что ему сказать? Бонжур. Ну, я ваш поклонник, здравствуйте, я на ваших фильмах вырос. Жан-Поль, бонжур. Так, давайте выкладываем. Я прошу вас. Я прошу вас, вы знаете, я просто настаиваю даже. Вот таким достаточно... Радикальным. Радикальным. Ну, количество майонеза здесь не регламентировано в этом, люди. Нет, чем больше майонеза, тем лучше. Я думаю, что в принципе, по большому счету, это должен быть такой вот майонезно-сырный. Он же не утопит ансамбль. Можно, кстати, карри добавить, если хотите. Всегда будет. Карри? Прям сверху? Сверху. Кинематограф был тоже... Был очень популярен, да, в Индии. В Индии было 20 кинотеатров, Советскому Союзу принадлежало. Принадлежало прямо Советскому Союзу? Да, больше 20 кинотеатров. О чем вы говорите? Советская киноиндустрия была достаточно широко представлена. В Париже был кинотеатр на Елисейских полях. Прямо в котором шли на русском языке фильмы, да? Да, я видел на нем свою афишу «Курьера», кстати, я помню. Ну, она с французскими субтитрами шла. Прямо на Елисейских полях. А как французский зритель принял фильм «Курьер»? Мне кажется, это история, в которой понятно все. Могу даже похвастаться, одно время, не знаю, как сейчас, одно время русский язык современный изучали в Сарбоне по «Курьеру». Современный сленг, так называемый. Мне сказали мои переводчики. Базин, дай ключи от квартиры, вот по этим фразам. Ах, какой. Так, ну что, мы можем отправляться там. 200 градусов в духовку мы ставим, накрывать мы это ничем не будем. Я прошу вас, поскольку блюдо ваше, духовка у нас нагрелась. Итак, прошу вас. И в таком вот виде, друзья, 200 градусов. Это будет готовиться, в принципе, само. Все. А что за салат? Откуда? Салат, ну, это такая фантазия моя. Салат? Да. Салат фантазии. Фантазия Шахназарова? Поэтический. Так. Значит, мы нарезаем достаточно крупно, да? Да. И прямо вот так вот, наверное, закладываем. Ну, все. Канн Георгиевич, а как появилась идея снять фильм «Мы из джаза»? Почему именно джаз? Почему, я не знаю, все-таки как-то… Ну, я любил, во-первых, джаз, во-вторых, я любил музыкальное кино очень. Мне нравилось. Я хотел что-нибудь снять музыкальное. Потом, как-то у меня был период тогда, мне закрыли картину. Первая картина у меня как-то «Добряки», она не очень была такая. Как-то у нее не очень хорошая судьба была. Ну, и как-то вот чего-то, не знаю, что-то я сидел, и вдруг мне пришло… Какую-то я программу по телевизору, кстати, видел про пионеров советского джаза. Так. И тогда, наверное, материал собирали. Мы, конечно, встречались и с Варламовым, еще он был жив. И с этим, с как его… Сигизмунд Кац был такой очень интересный. Ну, он был не… Ну, он как бы, он не вполне джазовый, но он был знаток того времени. Он, так сказать, очень смешно он рассказывал, как они с Богословским, значит, ездили на концерты вдвоем. И говорит, значит, Богословский был первым отделением, а Кац – второй. Они два концерта одновременно делали, чтобы, значит, денег побольше собирать. И, значит, Богословский выходит, говорит, я Сигизмунд Кац, я произошел из бедной еврейской семьи, только советская власть дала мне возможность стать композитором, и начинает петь весь репертуар Сигизмунда Кац. Потом он заканчивает отделение и уезжает. Приезжает на второе отделение Сигизмунда Кац, когда выходит и начинает говорить, я Сигизмунда Кац, родился в еврейской семье. Только советская власть дала мне возможность стать композитором. Прекрасно. Прекрасно. И видит, как зал потепенно начинает просто сходить с ума. От смеха. От смеха. Ну, в общем, такие вот истории они мне рассказывают. Тем более, что Богословский напоминал шатце гораздо больше. Так, мы порезали салат. Да, мы порезали салат. Ну, давайте... Давайте почистим, давайте их аккуратненько. Так, что мы еще тут... А какие у нас еще ингредиенты? Кедровые орешки? Кедровые орешки, тунец еще можно туда... Тунец, кедровые орешки и сыр. Так, 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 так. Скажите, ну как кастинг на палату номер 6? Сразу же ли появился Владимир Леонид? Или... Да, Ильин, собственно, одна из причин, по которой я вернулся к палате номер 6, потому что я снимал «Исчезнувшую империю», он у меня там в эпизоде, в финале. И вдруг я так... Он, что вот он в такой форме, вот доктор Рагин. И поэтому изначально уже я ориентировался, что это должен быть Ильина, и даже никого не пробовал ему. Вот, а вот на второго героя, конечно, много пробовали, и потом нашли вот Лешу Верткова. Уже на ваще он работает, очень способный, молодой. Астер. Так. Да, ну вот мы так вот делаем, да. На пополам, да, разрезать? На пополам. А может быть, да, вот так, наверное, вдоль, чтобы так как-то... И выкладываем... Можно и так, чтобы было и вдоль, и так, знаете, это будет более эффектно. Более эффектно, безусловно. Тут с вами спорить я не буду. Значит, перепелиные яйца отправляются в салат. Насколько я понимаю, двухцветные помидоры черри сейчас... Да, мы их... Тогда я прошу вас, нарезайте помидоры черри. Я, знаете, что хочу сделать? Я хочу... Обжарить. Обжарить немножечко кедровых орешков. Все-таки кедровые орешки... Хороши, когда они несколько обжаренные. Так, друзья, что происходит? У нас запекается мясо по-французски. Корын Шахназаров нарезает помидоры черри для того, чтобы... Вы можете тунца достать сразу, чтобы уже... Тунца я достану вот через несколько секунд. У нас короткая пауза на Первом канале. Посмотрите рекламу, а потом вернемся и узнаете, что лимончелло, в переводе с молдавского, означает богатая вдова. Так, а что это у вас в ресторане? Музыки нет никакой? А вы понимаете, у нас вчера басист пиво глазом открывал. Ну и, как говорится, Владимир Короленко, слепой музыкант. Дорогие друзья, смешно, первым канализом. У нас в гостях сегодня Карен Шахназаров. И мы отмечаем премию «Золотой орел», которую получил Карен Георгиевич в этом году, за фильм 2009 года. И готовим мясо по-французски, которое, собственно, уже не мы готовим, а готовится в духовке. И салат, который назовем... Поэтическим. Поэтическим салатом. А что вот у нас пауза? Может быть, мы что-нибудь будем делать с вами? Паузу? Смотрите, я что делаю. Это, да, может быть... Тунец? А, тунец великолепнейший. Ну, спасибо, что вы сами дали определение этому тунцу. Вас никто за язык не тянул. Великолепнейший тунец, друзья, у нас сегодня. Значит, который вместе с яйцами, с помидорами черри, с кедровыми орехами, с сыром пармезан и с сыром, который называется моцарелла, да? А, да, да. Посмотрите, пожалуйста, вот такой ли, да, устроит вас? Тоже, наверное, наполовиночки, да? Наполовиночки. Я думаю, а как нам? Наверное, нам тунца надо положить как-то так... Как-то так... Художественно. Сверху или как-то... Я думаю, просто положите, перемешаем. А, положите, перемешать? Да. Ну, почему нет? По-простому. А вы фильмы свои пересматриваете? Нет. Никогда? Ну, стараюсь не пересматривать. Это, в общем, мучительный процесс, потому что каждый раз ты понимаешь, что что-то надо было сделать не так. И чем старше и опытнее ты становишься, тем больше ты видишь того, что ты делаешь. Да, но с другой стороны, ты понимаешь, что уже ничего не изменишь, поэтому каждый раз, если иногда смотришь, думаешь, ой, ну вот это надо было так снять, это так снять, этого артиста не брать, а взять другого. Бывает это так? Эх, хотел бы я его сейчас фамилию спросить, но, друзья, у нас утренняя гастрономическая передача. Так, ну что, сверху мы... Сверху это... Ну, давайте я что-нибудь сделаю? Давайте я сыр пока что-нибудь... Давайте натирать что-то сыр. Слушайте, ну я что, я выкладываю тогда тунца? Вы тунца? Ну я думаю, что тунца нам нужно выкладывать все-таки... С этой мысли я сразу и схватил сыр, чтобы вы выкладывали тунца вот. Я пока выложу тунца. И поэтический салат от Каренышев Назарова. А не нужно ли нам туда, поскольку я, мне кажется, начинаю угадывать плавно логику, по которой делается салат, не нужны ли нам туда еще оливки? Оливки не помешают. Ну, я взял темные. Ну, это, наверное, сверху посыпем уже. Сверху. Я думаю, да. Ну, перемешивать-то мы будем. Ну, мы сперва, наверное, это, а потом сверху сыр. Ну, давайте, тогда я выкладываю еще немножко тунца. Все, с тунцом мы, с прекраснейшим тунцом, как называют его. Каренышев Назаров, мы закончили. Знаете что, я бы тогда еще... Масло. Ну, это сперва, я думаю, что надо, а потом уже масло. Ну, давайте начнем. Я бы потихонечку уже... У нас просто тут достаточно много салатов. Так, ну, вот теперь, наверное, можно полить маслицем еще помешать, а сверху уже... В салате растворились просто все ингредиенты. Сейчас мы... Вот, подождите, теперь. Масло. Теперь масло, да. Может быть... Пару оливок, да. Пару оливочек. Пару. Тройку. Троечку. Так. Так. Ну, уже все можно уже вот так. Так. Остальное сами можно съесть. Ну, поскольку мы все тут будем есть. Так, теперь сыр готов, орехи готовы. Давайте масло. Масло, да. А соль? А соль, да, правильно. А где у нас соль? А соль у нас... Да, да, это она. Это вот крупная, да? Да. Ну, не помешает. Не помешает. Ну, это очень полезно. Крупная соль гораздо полезнее. Я читал. Чем мелкая. Чем мелкая. Конечно, согласен. Давайте мы еще вот это вот. У нас... Хоть замешите уксус. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Все. А ничего от уксуса хуже не будет. Слушайте. Мне нравится ход ваших выставок. Вот когда... Что-то вы... Что-то правильно. Все это говорите. Да. Масло вы туда... Масло я уже туда вошел. Ну, хорошо. Все давайте этим сыпать. Теперь сыр. Сыром, да. Сыр. По сыпам, видите. Давайте сыр. Великолепнейший. А вы пока сыр, а я сверху кедровым орехом пройдусь. Ну, вот. Прекрасно. Прекрасно. Ну, друзья, поскольку салат у нас уже абсолютно готов, могу ли я попытаться сейчас рассказать рецепт приготовления этого салата? Да, я прошу вас. А я прошу вас поправить меня, если вдруг я ошибаюсь. Листья салата. Можно взять любой, наверное, салат по большому счету. Листья салата. Вареные перепелиные яйца. Мини-моцарелла. Мини-помидоры. Оливки. Тунец. Пармезан. Кедровые орехи. Оливковое масло. Бальзамический уксус. Соль. И перемешать. Получается прекраснейший. Прекраснейший поэтический салат. И надо, главное, друзья, понять, что это все, собственно, количество. Это уже, знаете, ведь в душе мы все поэты. Поэтому все зависит от того, что вы хотите. Вот так. Так. Позволю и себе я. Да, давайте. Да. Не откажусь от удовольствия. Я могу вам сказать одно, Кирилл Георгиевич. Вам надо бы начинать готовить уже. А мы будем готовить теперь. Так. Ну, давайте, друзья, вы нам поаплодируйте, а мы попробуем, что это получилось. По-моему, прекраснейший салат, как мы и говорили. Вот тот самый случай, когда... Ммм. Моцарелла, тунец, сыр, яйцо, все. Ммм. Знаешь что, я специально прервал сейчас сам себя, потому что не будем забывать. Это было у нас, знаете, как в кино. Это был киножурнал. А сейчас кинокартина. Это была реклама, а сейчас сериал. Или это была реклама, а сейчас сериал. Да, это точно. Это удачная шутка. Так. Оп. Оп. Вот, посмотрите. Да. Что скажешь? Сильно, да. Сильно, да. Особенно заметьте, как Кари дал, какой потрясающий... Какой дал рисунок. Рисунок, да. Вот эту легкую пятнистую. Значит, друзья, я... Ну, тут, я не знаю, мне кажется, нет людей, которые не знают этого рецепта. Я с удовольствием расскажу еще раз, что происходит. Просто слой лука, порезанного кольцами, сверху слой хорошего мяса, нарезанного такими достаточно тонкими стейками, в соль и в перце, предварительно обваленных, да. Сверху еще лук, сверху сыр и потом майонез. Мы сделали с Карем Георгиевичем по методу, это ноу-хау режиссера Шахназарова, добавили карри. Карри мы добавили в майонез. И таким образом, друзья, появился удивительный цвет, и мы надеемся, следующий за цветом и вкусом. Кстати, должно же быть много сока, да? Ну что, я могу вам прямо сюда, к салатику? Да, к салатику. У нас же такая советская кухня. А она предполагает, что мясо у нас... Так, сейчас, одну секундочку. И еще немножечко лучку. Вот. И я, вы знаете, тоже не откажу себе в удовольствии. Давайте. Очень много, нет, двигайте. Все-все-все-все-все. Оп. Оп. И пока вы не видите, оп. Так. Друзья. Ну, сейчас подождите, ничего не говорите. Подождите, просто... Фантастика. Друзья, что тут говорить? Но именно так, друзья, советский человек представлял себе Францию. Вот так. Основательная Франция, питательная, калорийная. Я не хочу, как кари, хочу туда вписаться. Угу. Знаете, это аромат джунглей индийских пришел. Слушайте, ну, я опять вынужден сделать паузу. Поскольку, уважаемый Николай Георгиевич, у нас... Мы хотим последовать примеру киноакадемиков и тоже вручить вам вполне заслуженные призы. Хорошо. От нашего спонсора корзина дужистого ароматного цейлонского чая Акбар. Неиссякаемый источник бодрости и энергии хорошего настроения для вас. Так, теперь... Еще что-нибудь... Именно. От нашего спонсора, всемирно известного производителя посуды компании Таповер, набор «Акваконтроль. Радость жизни» и сотейник от шефа из нового премьер-каталога. Инновационные изделия Таповер – это стиль и качество вашей жизни. Дорогие друзья, все наши телезрители сейчас стоя аплодируют лучшему режиссеру нашей страны 2009 года и 2008 года, Карену Шахназарову, двукратного обладателя «Трени Золотой Орел». Карен Шахназарову, сегодня у Смаги, спасибо огромное. Я сейчас к вам вернусь, мы будем продолжать наш легкий такой беззаботный завтрак. Друзья, у нас сейчас пауза на одну неделю, после которой вернемся. И вы знаете, что «пулярка» в переводе с молдавского означает «старое дедушкино ружье». До свидания.